Добрый день, дорогие друзья, добрый день, и с вами снова Роман Дусенко с программой «Бизнес-завтрак» на радио Медиаметрикс. Мы говорим о жизни и управлении, основанной на ценностях, и в этом огромном мире ценностей есть очень много разных под тем. И одна из важных тем – а что за люди, собственно говоря, работают в этой компании? А есть ли эти люди те? А может быть, и вообще не те? А как понять, это вообще мои люди или не мои люди? Раньше мы действовали по принципу «нравится-не нравится», но и зачастую это было достаточно проблематично, потому что если тебе все не нравятся, что делать? Скоро навстречу нам пришли компьютерные технологии, которые позволяют нам интегрировать системы оценки, обучения в нашу систему. И тогда возникает вопрос, когда к генеральному директору приходит HR-директор и говорит, слушай, надо много денег на то, чтобы оценить специалистов, обучить специалистов. Он смотрит, думает, а может ли мне это помочь? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, я пригласил на невероятно красивую, умную, очаровательную и очень экспертную девушку под названием Татьяна Вавилова. Привет, Татьяна. Я можно твои регалии зачитаю? У меня много, красивые такие. Так на это весь эфир уйдет. Ну, в общем, короче, это эксперт в области выстраивания HR-процессов, формирование IT-команды, запуск IT-проектов с нуля до масштабирования, запуск корпоративного акселератора IT-проектов, B2B-продажи, предприниматель, основатель компании по диджитал-рекрутингу, разработчик HR-платформы, сертифицированный бизнес-тренер по эмоциональному интеллекту и консультант по формированию и развитию команд. Так вот, приходят к генеральному директору HR и говорят, хотим оценку. Нужна ли она? Поможет ли она? С чем и вообще? Что это такое за зверь оценка персонала? О, ты знаешь, спасибо, во-первых, тебе за представление. Я бы, наверное, хотела выделить… Меня иногда спрашивают, Татьяна, вы все-таки HR или предприниматель? Все-таки отношу себя больше к предпринимателям и тоже чаще, часто оказываюсь как раз в роли человека, который принимает решение, как же формировать команду. Так вот, если говорить про оценку, конечно, зачастую к нам приходят как раз таки с теми проблемами, когда вовремя не внедрили оценку и, собственно, какие результаты потом получают. И чаще всего как раз приходят с проблемами, что команда как-то приросла, но мы, например, не поняли, кого на какую позицию ставить. Ставили хаотично, не отбирали, не смотрели. И теперь, например, люди либо выгорели, либо пропала мотивация, либо мы им ставим задачи, и они не понимают, что делать. И вот это прям достаточно широкий большой пласт. Я бы сказала так, наверное, про оценку. Можно не делать, и это будет достаточно дешево, это будет достаточно быстро. Так на самом деле многие делают. То есть на что полагаются в основном в оценке? На чуйку. На чуйку, на интуицию. И на самом деле я бы, наверное, сказала так, что у кого очень большой предпринимательский опыт и очень большой опыт создания команды, как раз таки так и принимают решение интуитивно. И оно имеет место быть, если ты очень хорошо уже чувствуешь, у тебя есть насмотренность, у тебя уже как бы встроена некая своя диагностика, очень такая высокая, чувствительная и точная. И чаще всего как раз, когда мы общаемся с предпринимателем вот с таким большим опытом сборки команды, они принимают решение и концентрируются на том, что во время собеседования возникает с тобой и со мной. Как ты смотришь на те ценности, сходимся ли мы с тобой, слышим ли мы друг друга, одинаковый ли у нас с тобой уровень настройки. И, кстати, очень редко, когда полагаются именно на тесты, тесты более, скажем так, вспомогательный вариант. Но как только мы уходим от принятия решения не только собственником, а нам надо выстроить определенные процессы, и когда у нас нанимает HR, нанимает системно, нанимает массово, мы постоянно растем, у нас принимают решения не только как я, собственник и предприниматель, а нанимающие менеджеры, руководители. Вот тут как раз таки возникают все необходимые инструменты для того, чтобы унифицировать процесс и исключить вот эти максимальные ошибки, потому что абсолютно же у каждого руководителя разное понимание, кто нужен. Плюс еще у нас есть такие когнитивные, скажем так, искажения. Мы очень любим нанимать подобных себе людей. Ну, такие проекции, которые мы на других людей делаем, да? А это про что? Что получается на выходе? Получается, что мы соберем одинаковых людей. У нас будут, допустим, все мотиваторы, но при этом не будет реализаторов, которые все классно пообсуждали, покрасовались друг перед другом. А делать-то кто? Слушай, ну вот, Татьяна, знаешь, так интересно, получается, что команда и в целом компания должна быть уже на каком-то определенном уровне зрелости. Тем более, если ты говоришь, что если, мы вообще говорим о том, что вот если генеральный, у него уже есть HR, это как минимум там, ну не знаю, 20-30-50 человек, да, в компании, чтобы был свой HR. Он, соответственно, дает какие-то стандарты, у него есть руководители, которые самостоятельно принимают решения, и это значит, что он делегировал это право, а это значит, что он сам должен быть достаточно высокого уровня осознанности, чтобы разрешить, потому что даже в крупных компаниях там виза самого главного, пока без его визы там как бы ничего не происходит. А вот стартапам оценка вообще полезна будет? Ладно, мы говорим, что да, вот все, большие компании, да, ты говоришь, все понятно, а вот в целом маленькие компании, когда ты только начинаешь, когда ты там своих друзей, знакомых понабрал, там кого ты можешь, кому ты доверяешь, там нужна какая-то оценка? Вот и где вот эти между двумя полисами, это все-таки оно начинает работать по-настоящему? Хороший вопрос на самом деле, и там, благо, наверное, вот как раз сейчас работаем с несколькими проектами, я их условно называю стартапами, но стартапы же у нас тоже бывают на разной стадии, когда мы собираемся, только-только у нас начинается еще идея, и фактически мы там не там валидируем свои гипотезы, мы подтверждаем, что вообще наш проект кому-то нужен, это все на фанатизме, это все на интересе, и чаще всего такая команда собирается как раз с одноклассниками, с однокурсниками, с друзьями. Да, 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 ближайшее окружение. Ближайшее окружение, с кем мне просто комфортно общаться. Это, знаешь, посидели, поболтали, поняли, что есть идея, прошла искра и понеслась в такой сборке. Если говорить про стартапы уже более зрелые, это когда уже команда 20 плюс человек, 20-30. Вот здесь мы наблюдаем первые запросы системные, а как выстраивать команду, потому что начинается первый кризис роста, ты уже не можешь полагаться на себя, у тебя уже принимают решения твои руководители, вам надо выстраивать какую-то систему, ты уже не с каждым персонально дотягиваешься и общаешься, и ты не понимаешь, что просто человек из себя представляет. Ну, если ближний круг до 10 человек вполне комфортно, можно всех удержать в своем поле зрения, то дальше уже ты не понимаешь, какие сильные стороны, какие слабые стороны, ты просто его не видишь в динамике постоянно, каждый раз. И поэтому вот здесь возникает как раз таки запрос на инструменты оценки, потому что и руководители в том числе принимают решения. Супер. Давай откроем нашим радио-видео-телеслушателям секрет. А что мы подразумеваем под словом оценка вообще? Это что? Это какой-то процесс, это какой-то зверь, там, не знаю, это какой-то отчет, этот человек должен прийти его через рентген посмотрим, или пощупаем там где-нибудь там. Я бы разложила, наверное, на несколько компонентов, что оценивать. Есть смысл разложить компетенции на две составляющие. Это soft skills и hard skills. Soft skills — это наши такие коммуникативно-социальные навыки, которые приобретены у нас в ходе социального взаимодействия. Я сразу же заранее извиняюсь, если вдруг кто знает, но мало ли кто-то наслышит и не знает. Это важно повторить, да, и простыми словами, да. Я повторю. И hard skills — это конкретное наше знание, умение, навыки. В чем-то конкретно. В чем-то конкретно. В продаже — это продажа в бухгалтерии, это в бухгалтерии. В программировании в том числе. В программировании — это явно про другое. Это там надо четко знать. То, что можно очень четко пощупать. Пощупать, да. Оцифровать. Оцифровать, да. И под каждой из компетенций есть свои варианты инструментов. И есть уровень развития данной компетенции в том числе, да? Абсолютно. То есть есть грейдовая система, есть упрощенные матрицы, есть сложные матрицы. Например, если мы придем уже в крупную компанию, то в каждой крупной компании, во-первых, на каждую должность есть своя модель компетенций. Например. И она привязана к зарплате, к должности и все остальное. Безусловно, да. Это именно такой каскадируемый формат. То есть получается, что... Единственное... Сейчас скажу, что плохо, что хорошо. Например, с точки зрения модели компетенций. Например, есть такое правило 5 на 5. Ну, это наше такое внутреннее правило. Мы, например, понимаем, что в идеале закладывать 5 компетенций по soft skills и 5 компетенций по hard skills. Все остальное очень тяжело оценивать, очень трудоемко, непонятно потом, как развивать. Потому что если какие-то слабые компетенции у тебя выйдут в итоге по итогам оценки, ты все равно за год не поставишь ему в план по развитию больше, чем 3 компетенций. А почему ты сказала за год? Это уже проверенная какая-то дата или срок, как часто проводят эту оценку, чтобы человек мог дотянуть что-то, да? Вообще в среднем оценка проходит либо раз в полгода, либо раз в год. Вот с такими промежутками есть смысл меры как раз. Грейдовый переход в том числе тоже происходит примерно раз в полгода. Может. Может произойти, может не произойти. В зависимости от того, как будут работать. И когда в компанию приходим, обычно на каждую должность есть уже своя карта компетенций. Где-то мы ее можем подредактировать. Да, в любом случае под каждый грейд есть своя индикативная система. Как я понимаю на уровне конкретных действий, что он действительно обладает этими навыками. Ну, условно говоря, применяет знания или не применяет. Применяет еще и может их распространять на других людей, да? И таким образом растет его компетенция. Направь меня. Смотри, мы с тобой проговорили, что оценка меряет и компетенции в виде soft skills и hard skills. Ну, вот какой важный момент. Ты все объяснила очень структурно, очень понятно. Но иногда мы не знаем, какие должны быть компетенции. Ты говоришь, вы можете поправить. А если у человека вообще или там у компании нет представителей. Вот приходит, смотри, вот я сейчас проехал в турне в таком большом, да? Я общался и с министерствами, и с мэриями, и с транспортными компаниями, с разными. И везде представление о том, что должен делать человек, везде разное. Но есть какие-то базовые вещи, они хотят, чтобы люди были проактивными, интересными, там, саморазвитие у них было, знали базовые навыки, там, планирование дня, управления продажам, управления людьми, обратной связи и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот мы можем какую-то универсальную создать систему, которую, чпок, запустили туда. Люди, там, не знаю, что с ними происходит в темной кабинке, когда они оцениваются, да. Раз, и там все, на нем штамп. Годен, негоден, там. Да, да. Это как раз, наверное, то, с чем мы работаем. То есть, фактически, мы создаем некую универсальную модель компетенций и подкладываем под них инструменты, которые помогают эти компетенции оценивать. Почему мы это делаем? Потому что за счет того, что мы, там, уже порядка шести лет собираем данные, профили разных сотрудников разных компаний. То есть, бигдаты у вас уже такая есть? Да, бигдаты. Уже есть понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Конечно, не на все позиции есть свои нюансы. Но, безусловно… Ну, мы же понимаем, уважаемые радиослушатели, мы говорим, что годен, не годен, это в кавычках, конечно же, да. Там никто не будет увольнять после никакой оценки. Да, и это важно. Когда проводится тестирование, кажется, что на основании тестирования никто не принимает решения об увольнении, просто принимает решения о развитии и… Именно индивидуальный план развития. Цель – это создать карту развития человека. Да, да, все верно. Действительно. И помочь. Во-первых, заметить потенциал. То есть, когда мы проводим тестирование, что важно посмотреть? Есть ли вообще у человека потенциал и к чему он больше склонен? Наша задача – посмотреть его суперспособности. И как компания, он эти суперспособности может реализовать. А компания и должна заметить. Слушай, извините, пожалуйста, я тебя перебью. На выходных посмотрел фильм «Камон, камон». И там, в общем, смысл был какой. Там человек ездил по Америке, детей интервьюировал. И о том, что такое будущее, как он относится к взрослым. И вот спрашивал, а вот какие бы ты хотела иметь суперспособности? Ты сейчас сказала про суперспособности, а я тебе можно, чтобы немножко тебя повеселить в этот предновогодний период. А какую бы ты хотела иметь свою суперспособность? Оу, суперспособность… Хм… Знаешь, хороший вопрос. Наверное… Хм… Ты знаешь, я так подумала, что я бы хотела свою… Даже не суперспособность, а такой мой запрос к себе – почаще мечтать. Ух ты, классно! В последнее время это получается чуть поменьше, но на это и есть запрос. А так, суперспособность, ты знаешь, я, наверное, там, всю свою жизнь, даже будучи вообще в любом направлении, всегда занималась людьми. И мне всегда больно того, когда я вижу, что люди очень много времени тратят совсем не в том, что им нравится и совсем не в том, что хочется. И мне так хочется, чтобы у всех получалось раскрыть свой потенциал на сто процентов. Это вот если будет такая суперспособность… И чтобы… Ты смотришь, Жавич, слушай, у меня есть такая суперспособность, тебе надо идти туда. И он такой, вау, да, и пошел, да? Да, и пошел, да. Класс. Супер. Итак, да. Будем считать, что все твое суперспособность туда вложится в этот твой прекрасный проект, которым ты занимаешься, и люди могут отвечать на вопрос. Скажи, пожалуйста, а что вот происходит в процессе самой оценки? Человек что-то спрашивает, с ним кто-то говорит, он что-то делает дистанционно. Как это вообще вот… Это комбинация. С одной стороны, можно отправить просто тестирование. Да, безусловно, есть инструменты, те, которые мы используем на нашей платформе. Это просто отправляется ссылка по электронной почте. Он заходит через эту ссылку, у него всплывает инструкция, он проходит тестирование, странные, не странные, там есть три модуля. То есть он должен быть в адекватном состоянии, там, после бокала шампанского, например? Он должен быть в расслабленном. О, шампанское нет ни в коем случае, а то мы получим такие результаты, после которых, возможно, нам и не надо будет уже разговаривать. То есть человек должен быть в адекватном состоянии, нормальном, в целом, в здоровом уме и в здравой памяти, там, в хорошем энергетическом состоянии, сесть и поработать, честно отвечая, там, на эти вопросы, да? И заложить честный час-полтора на то, чтобы с комфортом пройти тестирование. Тестирование состоит из трех этапов. Первый — это психометрические тесты, которые позволяют, как раз таки, оценить, условно говоря, по мере твой рельеф психики, да, структуру психики. Третий блок — это интеллектуальные тесты, которые позволяют оценить твой интеллектуальный потенциал и посмотреть, какие задачи ты будешь решать в единицу времени качественнее всего и лучше всего, где-то эффективнее. И третий, немаловажный блок — это карта профессиональных интересов. Ух ты! Это где ты захочешь свой потенциал реализовать. Это какой-то взгляд в будущее, да? Это про понимание, куда мне тебя развивать профессионально, потому что если… Знаешь, какая частотная ошибка и самая дорогая в компаниях? Как ты думаешь? То, что наверняка знаешь. Учат всех подряд всему. Да, это вот… Или учат тому, чего человек на самом деле не хочет. Ему назначили кучу курсов, там, дорогих тренеров, там, всяких там. Это обучение тоже касается. Чаще всего это неграмотная ротация. Как она выглядит, когда очень хорошо работает сотрудник, делает классные результаты? Что хочет любой руководитель? Точнее, что он думает? Чтобы быстрее эти результаты принесли пользу. И он думает, сейчас я его поставлю руководителем, и под ним будут также все классно работать, и все, я получу эффект масштабирования, я вообще закрою свое отдел. Что у нас получается? Не тут-то было. У нас был прекрасный работающий человек, который… Специалист хороший. …в свою экспертизу. Прекрасный специалист. Его ставят на управленческую позицию, в которой он не понимает, не хочет, компетенции нужны другие, экспертиза его там не нужна. Получается, что он у нас демотивируется, он теряет свою экспертность постепенно, и он находится постоянно в зоне, где он не успешен. Слушай, да, действительно, мне кажется, прямо… Откатываться больно. …на эту тему прямо надо как-нибудь отдельно поговорить, с каким-то позвать там несколько HR-ов и сказать, что ж такое-то, зачем мы, наверное, специалистов назначаем руководителями, потом мы их увольняем, потому что они не состоявшиеся руководители. Можно сделать в формате баттла. Да. Назначать или не назначать. Или назначать, да. Окей. Так как у нас сжатый период времени, да, вот я представляю психометрия, интеллектуальные как-то профессии. Скажи, пожалуйста, ведь это же ты не с интернета скачал эти тесты там и засунул к себе, то есть должна быть какая-то база? Да, есть часть тестов, которые мы самостоятельно разрабатывали. То есть R&D такой выбор, да? Да, потому что мы не нашли готовых инструментов, и мы пошли в собственную разработку, да, и тестирование. Есть тесты американские, международные, которые мы используем в своей практике, уже проверенные, надежные, как бы приняты сообществом, поэтому они в целом как бы в мировой практике не, я бы сказала, никем не будут оспариваться. Интеллектуальные тесты мы берем тоже стандартизированные. Наша задача, мы даже сколько фокусируемся не на разработке тестов, сколько фокусируемся на разработке методологии интерпретации. Эти данные для того, чтобы помочь бизнесу правильно принять управнические решения. Потому что тесты, которые мы используем, они очень сложные, они глубинные. Наша задача их перевести на очень простой язык, даже для тех людей, которые не имеют психологического образования. Даже для СЕУ. Даже для СЕУ. Это наша ключевая задача, да, потому что в основном мы работаем с предпринимателями. И мы делаем настолько простую раскладку, но при этом опираясь на очень сложные методики. Окей. Поэтому это ценно для бизнеса. Я директор, ты пришла, меня уговорила, красиво поулыбалась, вряд ли я мог бы тебе отказать. И, в общем, говорит, ладно, проверь моих топов. Представь еще такая интересная ситуация. Сразу усложним задачу. Я вновь назначенный генеральный директор. Мне досталась та команда, которая есть. И, по большому счету, у каждого из этих людей в этой команде есть крыша. Там где-нибудь в корпоративном центре или еще где-то, что сместить их просто так нельзя. Я говорю, слушай, ну давай хоть оценим, посмотрим, что там в них внутри. И что я получу? Три листочка. Что дальше? Во-первых, сразу вспоминается фраза «Богом дана команда». Это называется, когда не убрать и не выбрать. Просто команда «Богом дана». Да, да, да. Что мы получаем по результатам тестирования? Во-первых, получим очень понятные рекомендации. Да, все верно. То есть надо же понимать, как с кем выстраивать коммуникацию. Ты же еще при такой постановке задачи заходишь в ту зону, когда тебе надо как бы договориться со всеми. Ага. И тебе надо очень хорошо понимать, как себя вести, так, чтобы не зайти кому-то в ту зону, когда пойдет конфликт, да, и так далее. Извини, пожалуйста, можно я такой вопрос сразу задам, который мне возник? А вот эту анкету, она же не конфиденциальная, она же вот ровно та информация, что я как генеральный получу, получит и сам, собственно говоря, вот человек оцениваемый, да? Он может сам ее тоже читать? Или у нас два разных каких-то эдишн? О, хороший вопрос. Смотри, есть, безусловно, настройки, мы можем там по-разному договориться под задачи, но у нас есть точный отчет, очень облегченный, короткий для самого сотрудника, и он в такой немножко даже личностно-рекомендательной форме, там и личные отношения. То есть он точно не будет в депрессии после прочтения этого отчета? Нет, все очень позитивно, все очень, там, понимаешь, нет информации плохой и хорошей для сотрудника. Все, вот ты такой, вот посмотри, вот твои сильные стороны, вот что тебе комфортно, вот где твой потенциал, обрати внимание, если ты будешь учиться… Вот куда ты можешь там двигаться, да? Да, твои прямо сильные вектора, к чему стоит присмотреться. А для руководителя мы, конечно же, формируем уже другие отчеты управленческие. Там есть необходимые риски, там есть определенные нюансы, к которым стоит обратить внимание, там есть система очень понятных прикладных рекомендаций, как по дизису, планирование, мотивация, обучение, контроль. Все-таки там… Ага, значит, там есть вот эта вот система дизиса, да, зашита немного. Ну, мы для себя так внутри как бы это скомпоновали, потому что очень важно… Ну, у руководителя же есть там пять понятных управленческих функций. И прямо по каждой типологии личности, со всеми как бы данными, которые мы получили по результатам теста, мы это раскладываем в такую управленческую модель. И фактически это некий навигатор, но очень короткий, на две страницы сжатый для руководителя, потому что мы понимаем, у нас есть отчет на 30 страниц. Ну, кому они нужны? Ну, это будет… Мы знаем, что Сева читает полстраницы там… Слушай… Да, и то наискосок, да. Вот я получил вот эти вот данные, вот эту карту личности, да, и получается, я должен ее взять в одну руку, а во вторую руку я должен взять его полномочия и должностные обязанности, и то, что я на самом деле наблюдаю за ним, как он общается с людьми и все остальное. И это мне поможет понять этого человека, да. То есть, как с ним общаться, как его мотивировать, где зона его роста, и через что к нему можно достучаться, чтобы донести свою вот этот вот месседж. Ведь… Да. Извини, у меня сложили много-много вопросов, это я сам себе пытаюсь объяснить тоже, да, чтобы понять. Вот может ли подобный отчет дать тебе ключик к человеку, как с ним выстроить коммуникацию? Вот это основная, ключевая задача, как наладить с человеком коммуникацию. Через что его мотивировать? Потому что кого-то нужно хвалить, кому-то нужно оказывать доверие вербальное, и у каждого свой ключик. Поэтому, если ты не понимаешь, ты будешь делать много ошибок, да, и, возможно, сделаешь все так, ровно с противоположным эффектом. Наша задача прямо сразу понять, как бы, через какие слова, как правильно выстроить коммуникацию, как поддерживать его. Потому что, ты знаешь, тоже частотный кейс, тоже на него обидно смотреть. Когда руководитель… Когда нет взаимоотношений между руководителем и сотрудником, рвется связь, получается, что у сотрудника, да, особенно, знаешь, такого интровертного характера сотрудника, очень высокий потенциал, но руководителя не получается этот потенциал раскрыть. Достучаться до него, да. Ну, то есть, КПД сотрудника очень низкая, хотя он симпиадий во лбу, хотя у него есть куча своих мнений. Но так как нет коннекта с руководителем, и руководитель даже не желает этого не замечать, он не понимает, просто, как до этого достучаться. Получается, что, ну, как бы, да, за счет того, что коммуникация не случается или ключик не подобран, у нас не получается раскрыть сотрудника и дальше его как-то направить на работу. Чего дальше? Либо стоят на месте, да, либо уходят, либо ротация какая-то происходит. Ох, сложно все. Смотри. Нет, я, в смысле, все просто, просто я имею в виду, что все сложно. Мы как раз, да, за упрощение. За упрощение. А вот представь, вот я вот, ну, себя представляю SEO, да. Вот у меня небольшая компания, там, ну, 30-40 человек, там, да. Я, опять же, там, получил эту оценку. Сижу, читаю и лью крокодили и слезы, потому что, а что дальше делать-то? Вот, как мне дотянуть его туда? А дальше, вот, ты все правильно говоришь как раз про индивидуальное плане развития и про обучение. То есть, как идеально наш путь выглядит. У нас есть карта компетенций. Мы проводим оценку. Поняли, значит, у него, допустим, коммуникативные навыки просели, навыки, допустим, самопрезентации нужные нам просели, там, допустим, он плохо готовит презентации, я сейчас не знаю, под какую профессию собираю. Да, все равно, да, да, да. Да, и понимаю, что у него есть три провальные… А это для него ключевые вещи. Да, для него ключевые вещи. Ты же под каждую еще компетенцию прописываешь некий индикатор, в какой степени развития он должен быть. Если понимаешь, что это, как бы, ключевой фактор, это первые, там, ключевые позиции и на первом месте его компетенции в должностной карте, я пойду их качать в первую очередь. А дальше я ему назначаю образовательные курсы, ну, либо за счет корпоративного университета, либо беру внешних проверенных провайдеров, естественно, и тогда дальше начинаю его прокачивать. Слушай, очень интересно, вот ты сказал, знаешь, я как вот слушаю себя, да, я беру тогда какие-то обучающие курсы и начинаю его учить. У меня такое ощущение, знаешь, складывается, что я вот вспоминаю свою жизнь в корпорации еще когда, вот мы тоже, знаешь, хотели причинить это добро. Давай научимся, знаешь. А вот как ты считаешь, насколько было бы правильно, вот получив такой отчет, позвать, там, сесть вместе, налить там стаканчик чаю, условно говоря, чтобы снять барьеры международной коммуникации, и поговорить, смотри, вот тут у тебя это, тут у тебя то, вот, ну, а надо бы вот так, надо бы вот так. Что ты сам думаешь делать-то теперь с этим? Обязательно. Или, например, там, слушай, ну, например, я там вижу там, да, я могу тебе дать там икс, там, пятьдесят процентов, но пятьдесят процентов я хочу, чтобы ты взял на себя там свое обучение. То есть, а здесь возникает дальше вопрос уже следующий, а сотрудник готов себя развивать в этой компании, да? И здесь столько всяких вот острых углов. Дай рекомендации. Как это правильнее всего делать? Абсолютно верно. Самые эффективные способы, самая эффективная формула — это через режим диалога. То есть, когда вы встречаетесь по итогам оценки, обязательно должен состояться диалог с сотрудником. Это такое некое обсуждение по целям, диалог по целям. Давай посмотрим. Вот у тебя вот эта слабая сторона, вот это, вот это. С чего готова начать? Как ты сам считаешь? Плюс еще у нас, например, когда мы диагностируем команды, мы просим каждого сотрудника заполнить некие функциональные карты. У нас, кстати, завтра будет, послезавтра будет процессия. Вот вся команда наша тоже заполняет функциональные карты. Фактически это некое его личностное понимание, чего ему не хватает по результатам его работы, чтобы быть еще более эффективным в следующем году. И фактически это дает на стыке полученных результатов по тестам, по факту его результатов в работе и плюс как он сам считает, почему у него где-то не получается. У нас как раз таки через диалог потом получается найти ключевые точки, на которые мы будем делать упор в следующем году. А под это дальше мы уже подкладываем курсы. Но мы пользуемся онлайн университетами. У каждой компании в зависимости от размеров и ресурсов есть своя форма участия, но мы просто берем в онлайне и нам этого достаточно. И потом обмениваемся. И ведь обучение тоже важный ключевой фактор. Нам важно не просто дать обучение. Нам важно, чтобы человек уже обучил других. То есть умение передать эти знания, кроссопыление в команде для нас тоже это наша ценность внутренняя. Передача экспертизы. Давай попробуем схлопнуть все в какой-то такой вот zip-архив, там, rar-архив. Не знаю, как это раньше у нас было. Итак, я генеральный директор. И у меня есть команда. И для того, чтобы мне понять их глубже, то есть если у меня нет такой развитой чуйки, я могу, конечно, с каждым из них пойти и посидеть где-то там. Но не факт, что человек раскроется, не раскроется, может быть что-то получится, что-то не получится. Должен быть какой-то универсальный способ. И этот универсальный способ – это некая оценка. Как ты говоришь, это достаточно технологично просто. Человек получает ссылку, отвечает и получаем три направления в его работе. Это психокарта, психодиагностика, уровень его интеллекта, там, это все такое. И его направление в будущем, там, сильные забы и стороны. Да. Я отдаю это человеку, говорю, смотри, вот ты на самом деле такой, там, это может тебе помочь в будущем. Поговори с мамой, с женой, там, не знаю, там что-то, где-то может тебе помочь в личной жизни. А мне важно с тобой поговорить об этом. И я должен найти в себе силы и желания. И при этом, знаешь, сейчас делаю такую вырезку. Недавно встречался с одним очень большим человеком оттуда, из нашей власти. И для него было большим открытием, что важно общаться с людьми, со своими подчиненными. Я говорю, слушай, ты должен себе просто забить минус один, обратная связь. Он говорит, а зачем? Я говорю, ну как, зачем? Это же люди, им нужен ты. Да я же с ними на совещании общаюсь. И вот это был вот такой, значит, перелом личности. Поэтому я уверен, что мы, если будем пускаться вот там в middleman, в middle, там, в этот малый и средний бизнес, там, все остальное. Уважаемые генеральные директоры, это очень важно общаться с людьми, вот честно. Таня может подтвердить. Да, подтверждаешь? Подтверждаю на 100%. В общем, я беру эту оценку, и у меня появляется ключик. То есть я могу достучаться до человека. И у нас есть тема для общего разговора. Поговорить, что у тебя получается, что не получается, что я от тебя ожидаю, как я это себе вижу. Дать возможность ему самому что-то найти, какие-то обучающие программы. Или наоборот, вместе с ним там поговорить. Еще и так, чтобы он потом еще это куда-то прообучал. То есть мы, по сути, вот одной простой вещью, там, ссылкой в интернете, вот этим ответом, запускаем такой большой HR-процесс развития в компании. Причем для этого не нужен тебе внутренний HR. То есть ты как бы просто поработал, дальше ты берешь часть на себя каких-то функций, и у тебя начинает какое-то движение. Вот скажи, пожалуйста, по опыту работы в твоих там, вот, твоих клиентов. Я понимаю, что есть какая-то доля неуспешных кейсов, это всегда в любом мире, но вот в большей степени успешных кейсов. Вот этот запуск от этого процесса приводил ли к конкретным экономическим результатам? И через какой период времени? — Ты знаешь, у нас есть очень осязаемый метрик — это сокращение текучести. Особенно в руководящих позициях. Вот минимум на 40%. Мы понимаем, что у нас тоже частотный кейс, когда, например, идет назначение, а назначение идет некорректное. И что получается? Я назначаю, увольняю или увольняются, и так далее. То есть получается, что как только мы приходим с инструментом для оценки и говорим, что точно этот и он справится, у нас текучесть сокращается на 40-50% в среднем. Но ты дальше это все можешь посчитать. — Слушай, это очень круто, да. А я, знаешь, как-то немного посмотрел дальше в другую сторону. Вот я очень много общаюсь с людьми, и они мне говорят, ну ладно, ваши там эти коучинга, консалтинговые, бизнес-консультационные там фишки, вы же ни за что ответственность не несете. Я говорю, почему это не несем? — Несем. — Давай, SuccessFee готов платить. Он говорит, а что это такое? Я говорю, хорошо, смотри, мы там приходим с Татьяной, оценим твой персонал, там помогаем им добиться, фиксируем твои показатели основные до, в момент, и через год фиксируем после. Там X процентов с нас. Ты заплатишь? Он говорит, о, а вдруг много вырастет. Ты жал, жал. Я говорю, так значит, может заработать, да. Получается, что вот действительно, на самом деле, казалось бы, такая простая штука, как возможная, ну, слышимая всеми, да, оценка персонала может серьезно повлиять на ключевые показатели бизнеса, особенно в наше время. — А как по-другому? У тебя бизнес — это люди. И если люди не те, ну, что-то с бизнесом у тебя будет происходить не то, потому что что может делать собственник, ну, по большому счету, если он не эксперт? — Вдохновляет. — Его основная ключевая задача — собрать команду, фокусировать, вдохновлять, там, инвестиции, да, понятно, финансовые ресурсы. Все остальное делает команда. Но если у тебя слабая команда, что она сделает? — Слушай, а можно еще задать вопрос? Знаешь, такой мне вот сейчас понравился. Вот если мы уберем генерального, и вот у нас там, допустим, вот у нас тут наш выпускающий редактор, ты и я, вот мы как будто бы вся одна команда, да, и вот каждый из нас получил вот эту анкету. А может ли эта вот оценка помочь нам как-то, троим между собой о чем-то договориться? — Ну, смотря какие цели, смотря какие задачи. Как команда? — Да, выстроить, например, что-то там где-то, например, не идет обратная связь друг к другу. Мы не можем откровенно сказать, что мне не нравится в твоей работе. Или, ну, как-то, у нас нет вот этой коммуникации. Как оценка? Может здесь быть чем-то полезным? — Ну, смотри, например, оператор тебя постоянно критикует, и ты говоришь, что очень плохо смотришься в кадре. А ты на него ругаешься, и говоришь, в смысле нормальная работа отставит меня. Вот мы оператору говорим, смотри, если ты хочешь, чтобы Роман все-таки еще лучше смотрелся в кадре, и вот прям так, как оно тебе нужно. Роман, надо хвалить его, не надо критиковать. Роман говорит, Роман, ты так прекрасно все делаешь. — Ну, если ты подержи чуть правее. — Если вот ты просто будешь замечательно выглядеть. Ну, то есть есть вот такие нюансы, особенности. — Прямо, да, вот именно… — А скажи, пожалуйста, это вот насколько должен быть высокий уровень доверия друг к другу, чтобы показать мою оценку тебе на уровне, ну, допустим, того, а ты мне даешь свою почитать? — Ты знаешь, хороший вопрос. У нас разделение следующее. Вот примерно, ну, когда, условно говоря, это стартапы, подросшие стартапы, всегда все идет в открытом формате. Все… — В общем, диск сваливаем, да. — А можно нам сразу про всех и всю правду и по жести? Вот такой запрос очень часто встречается. Как только мы идем в корпоративную среду… — Там все по-другому, да. — Там все по-другому. Там такого нет. Там тет-а-тет, там очень как бы кулуарно, да. Но оно, наверное, имеет какие-то под собой там объяснения. Но чаще всего вот мы уже больше как бы в тет-а-тет форме приходим. А вот в небольших командах, когда они постоянно в плотном режиме взаимодействуют, как бы такие очень короткие коммуникации, без иерархии, вообще комфортно. Как только иерархия… — Понятно. Ну, уважаемые зрители, я знаю, что нас смотрят и по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Благо я сейчас в самых крупных городах там проехал. Видишь, тут северяне, я тут в этом году много раз был на севере. Дай, пожалуйста, вот представь, что слушают тебя генеральные директора. И вот у них действительно есть некие проблемы в командах. Вот что бы ты им сказала, что бы ты им пожелала в новом году, чтобы как бы они вот включили в свой угол зрения вот систему оценки персонала? — Если начать с пожелания, я бы очень хотела всем пожелать действительно замотивированной команды, которая разделяет ваши ценности, цели, и вы готовы вместе, рука об руку, с поддержкой и доверием достигать совместных результатов. Потому что с командой можно как комфортно достичь результатов и с драйвом, так и болью, конфликтами и пережиганием друг друга. Поэтому я искренне всем желаю, чтобы пошли по первому пути. И оценка — это, пожалуй, базовое, с чего стоит начинать, когда мы формируем команду, потому что это фундамент. Если правильно заложить этот фундамент, то все остальные кирпичики будут стоять долго. — Спасибо тебе большое. Помнишь, я тебе говорил, что время программы будет очень незаметно? — Да. — У нас осталось пять минут. Удивительно и интересно, и необычно. И вот завершая нашу программу, мне бы хотелось, знаешь, вот ты сказал, что ты хотела бы сверхспособность видеть у людей те нераскрытые возможности, которые давали бы им вот этот вот правильный вектор развития. А что бы ты себе хотела пожелать? Вот в какой бы вектор развития в следующем году ты бы хотела вот для себя открыть? — Ты знаешь, вот это как раз предстоит выяснить, в том числе и с командой. У нас очень много идей и задумок, и мы, безусловно, хотим расти и развиваться. У нас есть интересная гипотеза, я это назову так. И если мы поймем, что это все связано с HR-продуктом, кажется, что мы нащупали тот интересный HR-формат по продукту, который у нас еще здесь не представлен, но при этом мы его интуитивно оказываем, но еще пока не сформулировали. И меня настолько это драйвит, и я такой, знаете, в душе стартапер, наверное. То есть мне очень, там, понятно, комфортно в нашем направлении, но мы всегда с командой ищем какие-то новые направления. И я очень надеюсь и пожелаю себе, чтобы и моей команде, чтобы у нас этот завт в следующем году был успешным. — Супер. А ты знаешь, я вот сейчас смотрел, как ты вдохновенно сама себе желала, потому что ты такой... — А я буду потому, что пересматриваю. — Да, ты посмотри, пожалуйста, у тебя невероятно было такое, знаешь, направленное в будущее выражение лица, такое доброе, открытое и такое, знаешь, одухотворенное. Но скажи мне, пожалуйста, я вот такой тебе каверзно задам вопрос. У меня еще есть две минуты или три. Когда мы ушли в карантин на удаленку, казалось бы, все сказали, все, здравствуй, эра онлайн, все теперь только так, no face-to-face, никакого живого общения, ты яркий представитель онлайн-предпринимательства, ты загоняешь HR в формат digital. Скажи, пожалуйста, есть ли еще место для личного общения друг с другом, и насколько оно важно, и оставляет ли вообще digital-трансформация HR отношение человек к человек, без экранов там всего этого остального? Ты знаешь, мне очень не хватает, на самом деле, очного общения, и вот я считаю, что это вообще абсолютно разные форматы команд, разные стили коммуникации и разные плотности взаимодействия. Я, например, до сих пор все равно, от тебя в любом случае в формате digital требуется жесткий менеджмент, я очень плохо чувствую людей в онлайне, приходится выстраивать какую-то систему, там очень мало воздуха, там очень мало коммуникаций спонтанной. А что самое вкусное? Это же постоять, поболтать, за кулер рядом обсудить какие-то вопросы. Зайти просто там, похлопать по плечу. Да, и вот эта вот неструктурированность и эмоции, вот этого не хватает. Я, конечно, считаю, что онлайном это никогда не заменит. И поэтому приезжает команда, и мы все в оффлайне встречаемся. Прекрасно. Несмотря на вот эту большую распределенность, да, онлайн и все. Да, и это, ну, я считаю, что без этого действительно сложно именно делать какие-то прорывные вещи в онлайне. Тяжело. А вот оффлайн, да, для запуска, старта – это самый лучший формат. Остается по-прежнему. Спасибо тебе большое. С нами была Татьяна Вавилова. Это эксперт, консультант, сооснователь, предприниматель, которая делает возможность оценки персонала или даже по-другому, мне кажется, вот мы воспользуем эту метафору, дает возможность генеральному директору подобрать ключик к своей команде, к каждому из них. И сделать это не только для того, чтобы там поймать человека, там, наоборот, наказать, а наоборот, ровно для того, чтобы помочь человеку раскрыть себя еще больше, дать еще больше возможностей для компании, сделать свой план развития и увидеть, наверное, то, что, может быть, было скрыто от просто вот такого взгляда, показало что-то еще более важное. Спасибо. Плохих, хороших, да, есть недооцененные. Спасибо тебе за то, что ты делаешь, да. С нами была Татьяна Вавилова, и это был «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко на радио «Медиаметрикс», последняя программа в этом году. Друзья мои, желаем вам с Татьяной всего самого наилучшего, счастья, здоровья, любви, и чтобы вы всегда находили ключик друг к другу. Пока. С Новым Годом. Всех с Новым Годом. Редактор субтитров А.Семкин